доброе утро девочки мои наконец-то все дожди закончились сегодня небо чистое небезоблачное пока утро еще 14 градусов но днем обещают 25 у нас вот ну подождем дня а пока что я просыпаюсь пью кофе а на завтрак я сегодня хочу поесть мюсли с молочком вот так снятина вот эти мюсли мне кажется самыми вкусными я разные пробовала но вот эти запеченные с орешками вот с таким фундук самые такие вкусные мюсли мне они больше всего нравится наконец-то я вышла на улицу я сегодня стирала как раз сегодня такая теплая погода я сейчас иду в садик за настей надела кофточку хотя мне в ней прямо тепло тепло можно было бы и снять но уже дело к вечеру я решила так немножечко поберечься здоровье поберечь сегодня 25 градусов а завтра уже 30 написано будет градусов завтра уже с утра надо будет мне достать мои сандалики летние и бриджики и в общем летнюю одежду короче говоря такую прям на жару которую вот сейчас мне надо забрать настю отвезти на тренировку и еще забрать заказик фаберлик у меня там много интересного заказа на большой заказ и сделала в общем посмотрите и думаем о сирене ну как же я вам сирене покажу девочки сирене надо показать вот такая красивая сиренька у нас тут все у нас уже можно сказать лето наступило хотя только середина мая ну такое бывает завтра 30 градусов это ж вообще уже аномалия какая-то но мы без аномалии жить не можем да ой какие растения такие красивые мне нравится интересно что это за цветочки за забором какие-то кусты с такими цветами пахнут очень интересно вкусно пахнут птички поют да скоро наступит такая жара что я буду прятаться от этой жары в общем весна это было самое лучшее самая приятная температура то холодно то жарко то тепло а сейчас будет скоро жара жара я смотрю на той стороне дороги вернее на промежутке между дорогами розовые вот эти деревья я вам показывала и вот я смотрю периодически мне начинают попадаться вот эти розовые деревья это у нас вот стали высаживать такие с розовыми цветочками красиво смотрится а он там тюльпанчики желтые розовики розовые еще не опали еще цветут я смотрю люди подразделись кто-то кофточку в руках несет а кто-то куртку на себе несет но кто как в общем то кто раздился кто нет кто-то боится раздеваться еще завтра точно все разденутся будут раздеты ходить хотела поближе посмотреть на розовое дерево но к сожалению особо близко и подойдешь не увидишь мне прямо интересно что же это за деревья такие розовые розовые вообще-то у нас тут интернат находится прошла я сейчас мимо палатки где продают клубнику я смотрю клубника хорошая стоит 450 рублей а которая похуже уже начинает немножко портится по 200 рублей я как-то у одного торгаша спросила я говорю в воронеже 200 москве 100 рублей на праздники он говорит такого быть не может ну не знаю у нас видите как дорого клубника еще пока смотрите какой сорт тюльпанчиков красивый прям такой красный красный как маки красивый и вот она наша сирень поближе тут ее конечно уже пообломали ну вот она тут растет прямо на клумбочках вот еще тюльпанчик есть надо ее понюхать девочки давайте понюхаем ой как она пахнет просто прелесть цветочки везде пахнет очень хорошо сейчас еще раз цвели другие какие-то растения и прям благоухают улицы дворы вот белая сирень еще красиво смотрится девочки смотрите тут даже ландыши растут видите на клумбе люблю я свой город он такой зеленый и когда вот это все расцветает так пахнет такие ароматы видите сколько сирени во дворах каштан все цветочки какие могут сейчас цветут настюля ты куда отправляешься скажи моим подписчикам на тренировку ну чё мы пришли на тренировку параши немножко настюля уже переоделась сейчас немножко подождем я ее оставлю и папа заберет данность только да взяла такую большую коробку девочки это фаберлик заказ дома буду вам показывать смотрите девочки чё ходить вокруг да около я купила себе букет такой сирени красивая люблю такой цвет 50 рублей стоит всего а сейчас иду в мясной магазин надо кусочек мяса купить ну что девочки мои я пришла домой наконец-то мне не терпится уже показать вам смотрите какой заказ меня от фаберлик полная коробка полная тяжелая была сирень купила хоть понюхаю сирень хожу мимо нее туда-сюда потом что-то я подумала думаю а чё я мимо не ухожу она вот так вот раз-раз и отсветет а я ее не нанюхаюсь и я решила взять букетик 50 рублей всего стоит вот такой шикарный букет я люблю такую знаете сиреневую сиреневую прям такой вот мне кажется она сейчас выглядит как темная вообще просто такая прям найти сиреневая и пахнет я хоть понюхаю по любую сиреневую поэтому решила взять сейчас мне уже не терпится показать вам что же я взяла из фаберлик ну давайте рассмотрим мой заказ так очки мои очки давайте оденем так 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 полная коробка прям полный так ну давайте по порядку что я взяла стиральный порошок колод концентрированный мне он нравится девочки я его беру часто взяла порошок этот я себе беру и сыну вот из этого заказа части отдам сыну его семье чтобы они пользовались моющими средства в основном еще средства я туда для них и заказала в общем в калории вам уже показывала не раз очень хороший порошок стиральный и хорошо он отстирывает и он правда надолго его хватает дезодорант я взяла вот такой это нежность хлопка дезодорант наташа попросила она любит такой шариковый а я люблю спрей для порошка вот такая ложечка мерная она всегда идет в комплекте поэтому вот порошок и ложечка для себя я взяла ампульные концентраты я взяла два штуки один для окрашенных и блондированных волос а другой для возрастных волос вот такой я этот ампульный концентрат всегда добавляю краску для волос честно говоря кто-то у меня из подписчиков спросил ощущаете ли вы вообще вот это присутствие абсолютно никак не ощущаю просто добавила забыла в общем но я думаю что она там делает свое дело но каких-то ощущений вот что она там добавлена я ничего не ощущаю как влажные салфетки для удаления пятен вот такие салфеточки удобно положить в сумочку и если где-то там допустим гуляете вот детки например да что-то на себя там разлили там может быть какой-то сок или что-то вот этими влажными салфеточками потерли ткань и пятно сразу удаляется и вот эти вот салфеточки я думаю нужно просто иметь при себе чтобы они были взяла его такую губку ластик вот эти губки здесь две штуки я уже сколько рассмотрела думала взять не взять взять не взять но сейчас думаю возьму я одну отдам сыну а другую себе оставлю в общем чтобы она просто была в доме иногда что-то вот потереть пригодится вот такой любимый мой шампунь ботаника я пользуюсь таким шампунем девочки но вот это вот видите они бывают разные вот вот это я взяла облепиха можжевельник это для жирных волос при том что бутыль вот это больше чем которая была раньше то было чуть-чуть поменьше это вот она какая-то макс и такая бутылочка вот но у меня волосы жирнее особенно сейчас начинается у нас жара и в общем для жирных волос дела бальзам у меня еще есть а вот шампунь я взяла концентрированный гель для мытья посуды эвкалипт и арбуз это вот два в одном эвкалипт и арбуз такой запах будет и при том что посуду детскую можно мыть написано 0 плюс ну и еще взяла ультра кондиционер для белья ароматерапия я такой же брала и мне он очень нравится такой запах белья свежести вот это вот розовый бархат розовый бархат запах потом белье не знаю так приятно пахнет вот мне очень нравится и вот мне вот это ароматерапия прям понравилось зимой особенно когда вы знаете белье на улице повисит чуть-чуть в комнату вешаете и вот такой запах я не могу передать вот у меня честно говоря на духе аллергия я не могу вот эти вот сильные запахи переносить а вот какие-то такие легкие такие вот ароматики такие мне прям приятно вот такой вот он ой девочки что я себе взяла смотрела смотрела думаю ну ка возьму когда посмотрю кошелек я не знаю на конечно я смотрела в каталоге он написано золотистый ну вообще да на самом деле вот он такой вот как под золото сделан но самое главное даже не в свете в общем по цвету он не подходит к моей сумке но у меня кошелек тут немножко под под затаскался я решила купить себе новый и мне интересно что же тут интересно внутри есть насколько мне хватит вот этих всех отделений значит здесь он закрывается на молнию дальше внутри есть одно отделение с молнией это для мелочевки всякой так крылья закрыли вот для молнии одно отделение есть очень много я смотрю отделение для карточек раз два три 4 8 тут вот такое еще отделение есть так отделение так отделение и тут еще то же самое также с этой стороны тоже для карточек и вот это вот много много отделений я надеюсь туда поместится все даже больше чем вот моем предыдущем кошельке в общем мне нравится по размеру снаружи он такой же а внутри он вместительнее сюда больше всего помещается в общем я довольна этой покупочкой так меня немножечко прервали но давайте продолжим что у меня еще тут интересного есть так я взяла мыло для кухни устраняющие запахи аромат яблока мне нравятся вот такие мыло я бил все время разные какие-нибудь ароматы нравится вот этим мылом знаете вот мыть и посуду можно и особенно посуду когда вот рыбу поели или готовили рыбу и прямо сразу запах отбивает рыбы в посуду если какая-то с каким-то запахом неприятный вот это очень хорошо но также этим мыло можно мыть вот там кухню стол я не знаю что угодно и можно даже руки помыть и в общем такое вот мыло ну в общем у меня но для мытья посуды и как бы и поверхности каких-то а вот если просто помыть руки и только то тогда я беру специально для рук потому что здесь для рук более щадящее мыло это жидкое мыло восстанавливающие на этот раз я взяла крем мыло для рук это уже крем то есть она более щадящие относится к коже рук поэтому у меня всегда на мойке стоит и такое и такое мыло это этим я мою чисто руки а это вот мою посуду и все остальное так я взяла шампунь и гель для душа мужской с кислородным компонентом комплексом я такое вот беру сыну ему нравится когда можно сразу пошел купаться и сразу шампунь и гель два в одно одним средством можно помыть говорится и голову все остальное для мужчин но сыну нравится вот это вот средство я ему беру уже его не первый раз так что то тут я еще детского понабрала это внучки уже так внучки я взяла пену для ванны взяла я жидкое мыло для детей вот такое внучки скоро день рождения в общем я собираю ей подарок и вот это шампунь и гель для душа два в одном собираю подарок в общем-то и вот такие из от faberlic подарочки и там игрушку там купила куклу ну в общем короче соберу я такой подарочек и подарю в общем это внучки я взяла детская так еще и себе взяла девочки вот такую вот лопаточку я что-то так давно уже думаю почему меня нету лопаточки я когда делаю маску наношу на лицо маску вы заметили я наношу ее руками а тут вот такая лопаточка есть и мне стало интересно я думаю ее попробую с одной стороны она вот такая силиконовая гибкая это для нанесения маски очень очень-очень даже мне нравится так а с другой стороны здесь есть такая мягкие ворсинки а здесь есть пожестче но это наверно для массажа скорее всего может быть а вот это вот умывает то есть масочку нанесла походила масочки потом вот этой штучкой удобно все это смыть вот мне очень нравится вот эта покупочка очень мне нравится надо будет ее протестить девочки затестировать так ну и все и вот у меня есть каталог faberlic это уже следующий у нас на следующий срок следующий срок у нас 24 мая по 13 будет июня и в общем вот такая обложечка вот такой вот будем уже выбирать на следующий заказик что-нибудь тоже вот недавно было наташи день рождения у моей невестки я вам показывала я брала для нее палетку теней брала тушь масочки там еще кое-что и подарочек ей мой понравился но вот теперь я для них тоже сейчас буду собирать тоже кое-что из моющих средств тоже поделюсь с ними с дочкой не делюсь потому что дочка делает сама заказа faberlic у сына такой возможности нет поэтому я в общем семью всю свою как говорится в общем мы пользуемся средствами фаберли девочки кому понравилось что-нибудь и в общем из этого из этого что вам показала я ссылочку оставлю внизу заходите смотрите цены и не говорю потому что цены там меняются в каждом каталоге там есть какие-то новые скидки на что-то при том что те кто заказывает постоянно у них уже персональные какие-то скидки есть бонусы в общем все это потом в итоге получается даже дешевле вот я давно уже пользуюсь средствами faberlic вы уже знаете и мне все нравится все меня устраивает так ну и что еще я купила сегодня пойдемте я вам покажу сначала я понюхаю сирень у девочки как она пахнет просто прелесть девочки купила я все-таки клубнику не удержалась вот эта клубника стоит 450 рублей килограмм но здесь вот такой небольшой лукушка здесь около полкило примерно но решила побаловать себя но пахнет правда это наша белореческая клубника сказали нот такая но сила а еще и взяла мясо взяла свинину а свинина стоит 230 вы понимаете насколько вот разница в цене 230 рублей килограмм свинины небольшая тут косточка мозговая такая сахарная если завтра хочу сварить борщ но сейчас я сделаю себе бутербродик вот с этим бекончиком я вам показывала его покупала вкусный бекончик мне он понравился сделаю бутербродик а потом клубничку поем вот такой будет у меня ужин сегодня девочки мои пыталась я уснуть уснуть я что-то не могу лежала лежала и в общем уже первый час я решила встать и не терять время зря сделать то что я собиралась сделать утром буду делать сейчас ну во первых я хочу попробовать маску и попробовать вот этот лопаточку которая которая взяла фаберлик сейчас я мицелляр очка протру лицом я легла ничем не намазалась кстати говоря мне там одна подписчица задала вопрос какие маски вы делали в молодости девочки вспоминала и вспоминала и ничего не могу такого вспомнить маски прям в молодости маски ну во первых готовых масок у нас стране не продавали маски можно было там купить какие-то специально делали у нас косметологи в косметических салонах вот и но я по молодости масками не пользовалась я просто не видела в этом необходимости так сейчас я хочу нанести вот эту масочку это я люблю силу это маска ночная и она наносится на ночь то есть не не на несколько там 15 минут а прям на ночь утром смыть поэтому я сейчас ее нанесу а утром смою попробую вот этой лопаточкой сейчас сделать такая баночка маска беленькая так прикольненько хорошо так наносится лопаточкой и руки пачкать не надо то есть руками наносила лопатка удобно вот так что я как-то уже в каком-то видео говорила что я раньше крема покупала вообще дешевые но не знаю пишет девушка что молодая выгляжу вообще мне кажется для этого не обязательно прям какие-то там маски особенные можно любые там не знаю потреблять маски крема самое главное что ухаживать за лицом нужно вообще просто я замечала что женщины которые не пользуются даже кремом кожа быстрее стареет поэтому когда крем наносите вот утром там вечером в любом случае нанесение крема это уже хоть какой-то массаж лица хоть какой-то уход какая-то защита для кожи поэтому нужно наносить даже если какой-то недорогой крем полно кремов недорогих можно этим даже пользоваться не обязательно пользоваться дорогими кремами потому что ну я бы не сказала что те кто пользуются дорогими кремами прям очень сильно молода выглядит просто выглядит кожа ухоженной но если старость уже как говорится приблизилась то крема тут уже не помогают особо так от старости они от морщин не спасают сильно просто может выглядеть лицо ухоженным свежим хорошим там морщин конечно поменьше становится так что вот так так все нанесла и хорошо я сейчас девочки решила знаете что мясо сейчас я разделаю поставлю варить и вообще возможно я даже сварю больше сейчас просто я так чувствую что ближайшее время не уснул это уже не первый раз у меня это уже проверено временем так что чем учится вот это страдать пытаться уснуть потом любом случае значит я усну уже под утро или утром или на рассвете потом я буду спать все утро потом я уже проснусь и делать ничего не будет хотеться начнется жара кстати говоря жару такую обещали жару тоже вялой остановлюсь что в холод что жару плохо переношу почему-то вот так что я решила что я лучше сейчас все поделаю что мне нужно поделать ну мне я планировала борщ утром сварить а я его возьму сейчас и сварю а утром буду отсыпаться вот так давайте поварим борщик вместе хотя вы уже видели сколько раз сколько его варила в общем ну все равно чуть-чуть я вас буду подключать я девочки лежала лежала и умеешь когда начинают пытаться уснуть начинает куча 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 мыслей в голове но я думаю что я не одна такая и уже когда я смотрю что у меня уже такая куча уже переполняет память я могу что-то забыть я уже стою беру бумажку начинаю записывать вот такой список написал отдел который нужно будет сделать но ближайшую неделю постараться это не то что прям срочно но как бы вот желательно бы уже и сделать но чтоб что-то не забыть я взяла в список написала себе повесила на холодильник и теперь буду туда поглядывать но что-то еще буду дописывать потому что что-то я точно забыла еще вот ну все сейчас я убираю за стола и начинаю готовить борщ ну что я уже поставила варить мясо на косточки хочу чтоб был наваристый бульон взяла такую сахарную косточку мне прям посоветовали и сейчас уже вот режу на зажарочку свекла морковь лучок автоматиком делаем зажарку почистила все овощи картошечку почистила все осталось тупо нарезать спать еще пока не хочется странное состояние конечно ну бывает такое получается я только радуюсь от того что я одна когда живу удобно в том плане что я могу встать и что-то делать вот если б я жила не одна такое было когда жила не одна можно крутиться вертеться не уснуть и сделать ничего невозможно только можно не знаю сесть наверно тут где-нибудь в туалете может быть книжку почитать даже в комнате свет включать не будешь сейчас я уже книжки не читаю потому что у меня зрение села в очках долго находиться я не люблю у меня от очков тоже глаза стою тучат так ну все сейчас это вот нарежу покидаем сделать зажарочку ну все я уже подготовила все мясо у меня варится зажарка у меня готова картошечка готова капусту нарезала осталось зелень там еще нарезать и все потом самое главное сейчас уже доварилась чтобы у меня мясо когда сварится у меня тогда уже все соберу борщ одно за другим покидаю все будет готово пойду пока телек посмотрю ну все моя готовка уже подходит к концу капуста уже закипает посолила поперчила лавровый листик кинула осталось зелень и чеснок добавить и все и буду уже лежать смотреть телевизор пока не усну доброе утро девочки мои я проснулась время 11 час на улице у нас уже 25 градусов уже жара а в комнате 24 у меня даже прохладнее чем на улице так ну что же делать надо доставать уже прямо летние летние вещи кстати девочки я же вам не показывала у меня журнальный столик забрался и вот теперь у меня видите просторненько стало в комнате хорошо и все на подлокотнике ткань заказала скоро будет мои цветочки поставила на стол и вот ими любуюся нюхаю пусть стоят пока здесь достала свои сандалики скороходы это спортмастер я брала такие удобные классные вообще сандали такой подошве спортивной как у кроссовок в общем хорошенький теперь бриджи надо достать погладить ну наверх я пока достала вот этот вот костюмчик там бриджики черные вот это вот блузочка кстати говоря блузочку разгладила я вот этим вот спреем это водный спрей для разглаживания белья тоже от faberlic хорошая вещь если шкафу повисела небольшие складочки были она была примята чуть-чуть я попшикала все разровнялось вообще отлично классно ну и достала я летнюю сумочку свою белую бежевая на мне как бы больше демисезонная она такая немножечко как тяжеловатая а для лета вот беленькая такая будет хорошо сейчас переложу туда все и в общем-то у меня все на выход готово хоть я и знала девочки заранее дня за два уже знала что 30 градусов будет жара и все равно это вот какая-то неожиданность я сейчас уже чувствую какая духота в комнате и скоро нужно будет уже включать сплит в общем короче говоря я в шоке бриджики свои вот которые с карманами много много карманов я их отдела ну в общем они застегиваются на мне но как-то плотно и я думаю что нужно мне уже покупать на размер больше как и джинсы я покупала на размер больше но это нужно будет вырваться на тимир нит потому что там уже я обычно выбираю себе вот такие вот на лето бриджики но вот эти бриджи тос плохо то что они катоновые меня предыдущие были стречи вы тянулись и заносила доносила уже прямо до самого нуля пришлось уже выбросить уж они уже совсем а эти катоновые купила и мне они нравятся только тем что там куча карманов и ключей телефон все туда можно понапихать вот если в садик за ребенком сходить то не нужно в руках ничего нести никакого пакета не сумки ничего вот но в принципе можно их еще тоже достать их можно еще поносить но нужно будет купить но сегодня на темирник не поеду потому что мне сегодня садик силы нужно поберечь еще на вечер а если по темирнику прогуляюсь то я уже потом приду домой и рухну и не встану вообще поэтому это нужно будет брать свободный день чтобы мне уже потом после темирника никуда не нужно было двигаться ничего делать вот ну возможно найдется такой день на следующей неделе надеюсь я съездил туда да еще хочу вам сказать смыла я утром масочку девочки хорошенькое лицо такой мягенькая стала в общем мне нравится я уже начинаю по моему краснеть когда мне жарко я краснею и вот летом когда вот такая жара я днем на улицу стараюсь не выходить потому что если я выйду вот хотя бы в магазин быстренько там по тенечку по тенечку хотя бы там за хлебушком сходить я только вот так вот пройдусь я уже прихожу домой у меня красное лицо так плохо переношу высокую температуру в общем низкую температуру тоже плохо переношу у меня какой-то из такой диапазон комфортной температуры где я себя чувствую нормально поэтому летом и как и зимой тоже так вот сижу дома отсиживаюсь то есть я могу там мелкими перебежками с утра пораньше там куда-то сбегать пока еще не сильно палит хотя бывает и жарко тоже такие такие но сейчас сразу раз и жара вот все ой короче не знаю но посмотрим как я буду эту жару переносить в принципе все это впереди все это мы увидим а еще больше девочки я покушала ночью я сначала вот этот борщ сварила легла думаю ну полежу может уснул смотрела какой-то фильм что-то там про вампиров интервью с вампиром молодой брэд питт том круз и антонио банденос еще молоденькие красивые такие вот но в общем короче говоря пока смотрела фильм чувствую что не могу уснуть потому что уже вот проголодалась и в общем стала поела борщ борщ очень вкусный получился классный и после этого уже тогда я и уснула 5 часов уснула но в общем-то принципе проснулась нормально выспалась ну а сейчас собственно говоря я собираюсь что делать но пока что я буду монтировать вот это видео переложу сейчас из сумки в сумку в общем приготовление у меня к жаре идут и все вечером уже за настя но что еще я буду делать может быть пока еще ничего не знаю не планировала все это вы увидите в следующем видео поэтому подписывайтесь кто не подписан на мой канал чтобы не упустить что-то очень интересное ну все мои хорошие на этом я с вами прощаюсь кому видео понравилось ставьте лайк и до новых встреч пока пока